Привет всем! Люблю статины. И когда нужно, обязательно использую и в моей практике тоже. Прежде всего, это оторва статины. И вот мне в мой электронный почтовый ящик сообщение, в котором критикуется вот эта статья. Критикуется, потому что, как пишут авторы сообщения, авторы статьи неправильно построили свое исследование и пришли к неверным выводам. Неверным выводам в том отношении, что, как они утверждают, статины у лиц старшего возраста хороши и для первичной, и вторичной профилактики атеросклероза. Авторы сообщения пишут о том, что в первичной профилактике эффективность статинов у лиц старшего возраста не доказана. А что касается вторичной профилактики, так данные исследования на сей счет будут опубликованы только лишь в 2023 году. И, наверное, я так понимаю, данные будут не очень убедительными, потому что, когда уже старший возраст и когда уже атеросклероз с очень серьезными последствиями, так точек приложения статинам мало. Здесь более важными, понимают так, являются препараты, обладающие одновременно и противовоспалительным, и антиаграгантным действием. Тот же аспирин. Что касается железных показаний для назначения статинов, так это наследственная семейная гиперхолестеринемия. И статины в таких случаях должны начинаться с раннего возраста, не позднее, чем с 12 лет, для того, чтобы предупредить развитие тяжелого клинического течения атеросклероза и его последствий. Врач лечит пациента. Главное, заповедь не навреди. Поэтому статины, как и иные лекарственные средства, должны назначаться тому, кому надо, тогда, когда надо, и на время, когда надо. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя и будьте здоровы!